Восходящая осенняя луна освещает ей путь. Лес безжизнен и пугающе хрупок, того и гляди, черный узор рассыплется в прах от прикосновения мороза, но появление девушки меняет реальность. Там, где тропы коснулись, ее легкие ножки расцветают странные образы, бегут вверх по воздуху тонкие стебельки, на ходу взрослея и обрастая листьями и цветами. На луне кто-то просыпал бриллиантовую пыль, и теперь ее легкие облачка медленно оседают на трепещущие заросли. Цветы в воздухе продолжают распускаться, из них вылетают необычные существа с серебряными крылышками и острыми ушками. Эльфы, кто-то из них не покидает своих цветов, а кто-то находит себе пристанище среди ветвей деревьев. Иные крылатые человечки уже затеяли веселые игры в лунном свете, но все они знают, кому обязаны своим появлением. Их земная сестрица удаляется по тропинке. Девушка гризит наяву, не замечая исходящего от нее сказочного ореола. Она думает о настоящем, мечтает о будущем и ждет чего-то. А он пчит своего верного коня во весь опор. В осеннем сумеречном лесу следовало бы быть поосторожнее. Но всадник горит изнутри, и ему нет дела до осторожности. Он смотрит вперед, но вместо лесной дороги видит дорогу своей неудавшейся жизни. Все образы, которые хотелось бы забыть, память и хитно высвечивает мощным светом. Погруженный в воспоминания, он не видит, что происходит в осеннем лесу. А зря он так невнимателен. Усмотреть бы ему вовремя, как два самых проказливых эльфа набросили прозрачный аркан. На шею коня лошадь и всадник падают к ногам испуганной девушки. С этого момента начинается история самой истинной на свете любви мистера Эдварда Фейерфакса Рочестера и Джейн Эйр. История создания романа началась в долгие скучные вечера, когда весь дом у Хаурте отходил ко сну, и ровно в девять Патрик Бранте запирал входную дверь. В такие часы сестры читали друг другу написанное за день, обсуждая все перипетии жизни, борьбы и любви своих персонажей. Однажды Шарлотта заметила, почему героини романов нечеловечески прекрасны. Но ведь иначе читателей не привлечешь, возразили Эмилии Энн. Вы ошибаетесь, сказала Шарлотта. Хотите, моя героиня будет некрасивой и внешне, но ведь человечески настолько интересной, достойной и привлекательной, что ее полюбят. Именно такой героиней и стала ее Джейн Эйр. Сестры Бранте родились в мечтечке Хаурт в Йокшире, Шарлотта 21 апреля 1816, Эмилии 30 июля 1818 и Энн 17 января 1820 года в семье бедного сельского священника, ирландца Патрика Бранте. Их отец был ткачом, но впоследствии изучил богословие и стал англиканским священником, получив маленький бедный приход на севере Англии возле промышленного города Литцла. Там родились его шесть детей, сын и пять дочерей. После рождения младшей жена умерла, и в семье Бранте поселилась печаль. Отец совершенно не обращал внимания на детей, их воспитывала их незамужняя тетка. А когда пришло время учебы, Патрик Бранте решил отправить своих дочерей в недавно открывшуюся школу Кован-Бридж, в которой готовили гувернанта. К первыми уехали Мария и Элизабет, а вскоре туда же отправились и Шарлотта с Эмили. Порядки в школе были суровые. В ней практиковалось публичное битье и ношение табличек с надписью «Неряха». Пищу зачастую давали несвежую и зараженную, и однажды это привело к вспышке эпидемии Тифа. В июле 1725 года Шарлотту и ее сестер забрали из этого места, но для Марии и Элизабет это было уже поздно. После возвращения домой они умерли. Условия в этой школе были настолько ужасными, что очень многие ученицы заболели смертельными недугами. Позже Шарлотта училась в платном пансионе, а Эмили и Энн получили домашнее образование. Страшные воспоминания о школе остались в их памяти навсегда. Позже Шарлотта вспоминает о нем в своем романе Джейн Эйр. Шарлотта Бранте была невысокого роста, хрупкого телосположения. Она носила очки, чтобы исправить близорукость, и считала себя дурнушкой. Она была политическим консерватором, строга, умна и честолюбива. Обладала высокими моральными принципами. Несмотря на ее скромное поведение в обществе, она была всегда готова отстаивать свою точку зрения. 20 августа 1847 года Шарлотта Бранте выслала издателю Смиту рукопись Джейн Эйр. 16 октября роман увидел свет. Сочинение, написанное с искренностью и страстью, покорило читателей и принесло автору шумный успех. В декабре 1852 года Шарлотта получает предложение руки и сердца от викария, своего отца Артура Николса. Отец Шарлотты был против этого союза отчасти, потому что считала дочь слишком болезненной, чтобы выносить ребенка, верить его без ужасных последствий. И чтобы не огорчать отца, Шарлотта отказала Артуру. Но, несмотря на это, Николс не сдавался и продолжал ухаживание. И в конце концов, пара поженилась 29 июня 1754 года. А 31 марта 1855 года Шарлотты Бранте не стала. Она умерла на последнем сроке беременности. Не всякое слово расслышат через сотню лет, но книге Джейн Эйр выпала удачная доля. Прожив более века, она не растеряла поклонников, хотя человек, да и сам белый свет неузнаваемо преобразился с тех пор. По правде говоря, да и Джейн Эйр уже не та, что была прежде. Когда вы с головой уходите в увлекательное путешествие, вам, наверное, нет дела до того, кем оно сочинено, писателем или писательницей. Лишь бы не было скучно. В начале прошлого века писательское ремесло считалось занятием сугубо мужским. И дамы, вторгшиеся в него, производили впечатления, пожалуй, не менее потрясающие, чем женщины-космонавты в 60-х годах 20-го столетия. Современники спорили и судачили о Шарлотте Бранте, взявшейся за неженское дело и о ее героине, Джейн Эйр, на зло предрассудком доказавшей духовную силу слабого пола. К чести автора, Джейн Эйр наделена великолепным свойством. Она не сковывает воображение читателя набором неприкасаемых истин, а предоставляет ему свободу прочесть книгу на свой собственный лад. Возможно, вы прочтете ее, как повествование о судьбе бедной сироты, терпящей унижения, но в конце концов, подобно золушке, обретающей своего принца. А может быть, в вашем прочтении роман прозвучит как сказание о чистой любви, над которой не властны ни годы, ни злые люди. Кир Булычев написал книгу, в которой пытался проникнуть в тайну сестер Бранте. Вот строчки из его произведения. Как получилось? Единственный раз в истории человечества, чтобы в одной бедной провинциальной семье родилось три крупных литератора, три женщины с талантом мирового уровня. Хотя ничего, казалось бы, этому не способствовало. Но, прочитав несколько книг о сестрах Бранте, я подумал, а сколько же их было на самом деле? Трое? А может быть, пятеро? Есть ли тайна в их жизни и судьбе? Не придумал ли я ее? Теперь я уверен, что тайны сестер Бранте существуют, и для меня она стала еще более необъяснима, чем прежде. К сожалению, на русском языке о сестрах Бранте написано не очень много. Но если вас интересует их жизнь и судьба, вы можете узнать, прочитав следующие книги. Экранизации книги Джейн Эйр активно начали снимать с 30-х годов 20-го века и снимают по сей день в виде фильмов и телесериалов. Существуют даже мюзиклы и оперы, поставленные по мотивам книги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok